друзья привет еще раз это зинаш сейчас я вас покатаемся други мои с праздником всех с днем победы этот праздник приближали как могли ох маки йоколы мэне там посмотрела там прямо красные поля красные обратно будем ехать заедем наверное вчера друзья заболела страшно вообще стать не могла но после обеда в теплицу пошла там где крепила дверь там напивала же бруски короче бруски отодрала потом покажу присобачила там другую планку одну нашла у меня у себя петли новые но они оказались а где они вот они оказывается они правые но какая разница оказывается разница есть нужно на петлю на дверь у нас на брусок набить на косяк и вторую часть петли на дверь и потом дверь надевать а я думаю какая разница надо сделала стал проводить чпок вывалились буду обратно ехать строительство еду левую петлю одну пару куплю вот и вчера поставила два стекла там в раму второе стекло ставила уже поставила и разбила вот маке в обидно нет сбоку ох вокруг озер красный прямо вот утром стало сегодня более-менее вчера выпила таблетку утром вечером октавикин потом вчера утром мерила давление у меня было сто двадцать на сто в интернете прочитала дураки что ли на красный свет несутся транспорта нету но стоят авто авто автопарк выезжает вот с левой стороны автопарк вот он красный светофор они видимо выехали но долго горит и одни напролет проехали вот и вчера вечером ножку выпила уже потому что башка вот здесь разламывалась и вчера на ночь включила отопление печку на минималку такое дома тепло было вчера еще одеяло просушила на солнце вечером она к ночью накрылась она тепленькая утро встала вроде как вроде как чуток полегче сейчас только затылок болит но решил это мой праздник мама тому же устала на там то что когда-то удочку оставляют с ней целый день с пятилетним ребенком сами знаете вот и вчера вечером думаю хотела вечером собакам кушать дать думала макароны оставались с пустушенкой потому что мясо все выбрала макароны остались думаю дай подогрею нет чтоб так дать честно зима поставил на газ пока там что-то делала смотрю он пригорела залила водой потому что сил не было думала завтра утром побои а сегодня утром решила думаю кашу сварю именно в этой кастрюке варю кашу небольшой стала мыть слила у меня под ракованный сифон провалился все вылилось в чем ищите там загружу стала монтировать смотрю уже время один 12 час думаю нет я уже неделю бассейн не была болела съезжу бассейн оттуда поеду из димаки оттуда поеду за мамой и наверно внучку заберу сегодня четверг праздничный день завтра рабочая пятница внучка один день на садик сходит потом суббота в воскресенье думаю ладно заберу я внучку сюда завтра пускай в садик не пойдет до воскресенья в воскресенье все нормально почувствовать то отвезу ее что понедельник в садик а если нету дочь сама приедет в воскресенье пускай та тоже отдохнет поэтому у меня праздничный день начался с чп я же говорю некрасиво звучит но не срачка так болячка блин это про меня ни одно так другое горы показать вам в снегу снег лежит на улице не знаю сейчас бы хотел посмотреть забыла утром 7 часов было 25 сейчас уже за 30 все празднуют ну пойду не пойду поеду бассейн искупаюсь я чё ты сигналишь иди баню правильно говорю а это не мне кажется это лексусу который за мной едет блин сейчас будем прыгать оба железнодорожный мост мост поезжаем я давно в прошлом году в мае рассказывала мамин папа мамин папа бушумов бастами что-то вот светленький он на войну ушел воевал на русском плохо разговаривал он до войны работал до войны после войны работал заготовителем по-русски плохо говорил но женщинами разговаривал с казашками по-казахски а с русскими на русском и вот насколько языка хватает говорил ох какой ты красивый джинчина ох какой красивый джинчина ты ну кому не понравится мама всегда стеснялась у мамы мама когда я маме была 3 года мама умерла бабушка моя он женился вначале там на на холушке на украинке потом на казашке женился вот там такая была мадам вот ушел на войну потом мама не помнит мама маленькая же была дошел почти до берлина и там где-то под берлином попал в плен контузило попал в плен без сознания взяли в плен и тут как раз наши войска подошли к берлину освободили его привезли в союз и посадили в тюрьму за то что почему ты не застрелился почему ты сдался в плен а дед и я в деда похожа и брат похож ростом похож и внешне похож но у деда большие глаза были большие в чем похоже когда радуется плачет и когда плохо плачет и мы такие когда смеешься так сильно плачешь и когда пожалеет плачет вот и посадили в тюрьму не знаю сколько он сидел потом реабилитировали его не амнистия реабилитировали реабилитировали он уже опять работал заготовителем вот женился на казашке взял ее с двумя детьми вот и тут с москвы приходит бумага о награждении присвоении ему государственных наград за доблесть за доблесть за отвагу в кремль приглашали и мама говорит отец говорит плакал порвал эту бумагу плакал просто и брат и он когда плакали слезы так выдавливали вытирали и говорит не поеду как мог человек контуженный раненый без сознания лежит как он мог застрелиться чтоб плен не сдаться и ну контузия была страшная и вот контуженого и посадили никто не лечил посадили в тюрьму он там сидел вот порвал эту бумагу не поехал за медалями не нужны годные медали перед всеми опозорили честь солдата простым солдатом пехотинцем был не поехал вот а еще дядька это дедушки брат базаркан он тоже ушел на войну но пропал без вести все я маленькая же была все родственники братья братья и сестры его отправляли в Москву на жди меня в архивы военкоматы отправляли запросы не нашли нигде погиб нигде в общем нигде не нашел не нашли пропал без вести тоже простой солдат он был не летчик не танкист не пулеметчик не моряк не моряк простой солдат который прошел ногами землю всю войну в сорок третьем по моему не помню в сорок третьем по моему без вести пропал никто не знает где его могила но такие дела друзья поэтому не дай бог случится войне на земле где сейчас идут военные действия дай бог чтобы к мирному соглашению пришли это не дай бог не дай бог не дай аллах никому пережить войну вот ой друзья вышла с бассейна в машине пекло сейчас выедем с парковки кондер включила ой кайф волос не сушила сама просух не почесалась в я вчера смотрел вечером по интернету какое-то какое-то видео там то ли политик то ли кто говорил про войну и говорит потише сделаю и говорит вот великую точность войну русские вы выиграли войну наши россияне я думаю блин вот из-за таких вот людей начинается вот межнациональная всякая рознь во время войны в советское время не было такое русский казах татарин башкир советские люди были я же говорила у меня дед на русском плохо разговаривал но почти всю войну прошел до самого берлина дошел и вот причем неоднократно видела по видео такие по телевизору видела высказывания там люди писали в комментариях тоже почему почему именно русские выиграли дело друзья дело не национальности я ни в коем разе ни в коем случае никогда на национальность не делила вы знаете вот просто такие недалекие люди в советское время знаете же только когда анкеты заполняли там где графа национальность там указывали вот а так все советские люди были на соревнования ездили советский союз там и с российской федерации из казахстана из киргизстана со всех республик были не делили украинец белорус ну проезжай родной вот ох акация цветет смотрите сейчас покажу видно будет нет а акация цветет а пока искупалась телефон хорошо набеззвучно поставила смотрю пропущенный мама позвонила что мам я не знаю ты приедешь не приедешь я же сказала сейчас с бассейна только вышла сейчас приеду она там запарилась уже друзья она уже здесь привыкла год у меня живет поэтому мне многие пишут сюда под видео комментарии говорят этот все все здоровье положишь в частном доме надо под старость лет в квартиру нет друзья конечно 60 лет для кого-то может это старость я свой возраст на 60 не не чувствую не чувствую болячки да болячки сейчас и молодые болеют я же говорила там со временем ох жарко кондер еще толком не охладил салон со временем может и буду подыскивать какой-то поменьше дом с поменьше участком но пока здесь друзья вот потому что сейчас сейчас частные дома очень дорогие у нас тем более как говорила здесь вот на Бартольда дом на доме участок на участке а там все таки видите участок большой дышится хорошо вечером выйдешь после девяти уже сверчки стрекочут соловьи ой соловьи вчера прям вчера позавчера заливаются брачный сезон у них прямо трели трели там с речки слышно лягушки ох крикливые сверчки лягушки собаки собаки между собой переговариваются осторожно мальчик на самокате ох как я кушать хочу не могу с бассейн как сходишь все как будто 3 дня не ел на днях я смотрела канал дочери Светланы Гомеля дочь у нее живет в Минске она провожала сына своего в армию сама живет в Минске и в Минске воинская часть находится они ездили уже туда к сыну у меня брат спас к дальним проходил в начале учебку в Серебрянске город Серебрянск в Казахстане потом перебросили в Россию в Спаск Дальний там где-то полтора года служил и полгода осталось его перебросили сюда вот я сейчас живу за Перомайские озера перебросили мы к нему пару раз ездили сюда а потом он каждую субботу там дембеляжи там последние ну наверное месяц полтора он каждую неделю субботу воскресенье с ночевкой приезжал домой месяц два может быть может три вот и осенью дембель мы сидим кино смотрим тот раз в прихожей брат говорит мам пап я за армию пришел а мы сидим кино смотрели я вышла на кухню а мама говорит с зала сынок разденься там на печке еда еще горячая тут тишина тут брат заходит в зал обиженный и говорит блин нет чтоб встретить ура с армии пришел папа говорит да ты нам каждую субботу с сын приезжаешь надоел говорит это радуется когда проводили в армию и через два года он вернулся тогда радуется а так ну не знаю может полгода здесь служил и кажется в этот сын приезжал и привыкли же так и Наталья дочь Светланы ездили к этому к сыну своему воинскую часть прямо в Минске в центре с армии приехал он высокий же был пришел в шинели советское шинель кирзовые сапоги а я тогда школьница была и чтобы ему настроение поднять я говорю дай померяю у него 46 размер ноги надеваю его шинель он говорит она длинная ему длинная шинель была шинель надела кирзовые сапоги тяжеленные шаг вступила запуталась там в подоле по-моему или сапогами запуталась растянулась фейсом об пол со всего росту папа выходит материться зачем ты ей разрешил надеть он всегда получал за меня а потом 90-е года да 90-е годы все люди вот эти шинели утюги везли в Китай то шинель натуральный же из натурального там этот как войлок по-моему так да войлочный был я откуда знаю так это я восемьдесят восемьдесят восьмом году закончила училище пошла а нет это восемьдесят восьмом я уже в этом институт закончила восемьдесят четвертом году закончила училище и пошла по распределению детский сад работать даже на девяностые восьмидесятые годы и там у нас была Мира Анатольевна воспитательница она ездила в Польшу ну за товарами и субботов с Ксения с детской сады не работают же она торговала на Правда Жубанова вот в кинотеатре Сарарга там рыночек был она там торговала и вот она рассказывала там кто знакомый родственники у кого с армии пришел есть шинель забирала у них ну отдавали ей утюги советские утюги я помню утюги из шинели валенки еще она возила в Китай не знаю видимо хорошую цену предлагали потому что он такая башлевая женщина грубо говоря вот у нее дома собака была резничная аутсер и вот я помню она багира бага багира черная здоровая кривоногая собака и вот я помню по по ее словам ну видела даже она приходила в детский сад когда отдыхала приходила с собакой красивая собака и вот потом когда брат уж женился квартиру получили свои на булаке у них его дочки попросили собаку держать он купил щенка резничнауцера вот это вспомнила завидовала так я тогда в разводе была уже дочка маленькая у меня была вот купил резничнауцера и тут позвонил мне говорит хочешь забрать собаку я говорю а что случилось а у него девчонок ну он сказал так что аллергия пошла привез мне ну он то больше не такой был месяцев пять-шесть наверное уже если не больше у них трехкомнатная большая коридора улучшенная у меня полуторка привез резничнауцера а мне в детский сад утром на работу с дочкой дочкой в садике я на работу закрывала кухню закрывала туалет спальню и зал и в коридоре оставляла убрала коврики еду там оставляла утром утром выгуливать зима на улицу вывожу рано утром часов шесть этот щенок бегает носом воткнется в снег и как бульдозер ну носом снег распахил наиграется замерзет трясется бежит в подъезд домой завожу но на улице не видел чтобы он свою нужду справлял домой забегает ноги кривые раз села пописела блин помоешь вытришь ну другие же смотришь что утром перед работой выгуливают и потом вечером выгуливают вечером захожу а у нас еще как заходишь нужно было по коридору пройти потом только выключатель был и он там от души и докакает и написит в общем ой я за детьми за дочерью так не убиралась в общем выросла здоровая собака прихожу она во первых все обои в коридоре содрал не нельзя как такими клыками зубами потом там вдоль плинтуса же телефонный кабель телефонный кабель прогрызал вызывал нас АТС специалистов но потом друзья невозможно стало сейчас проеду светофор потом стало невозможно уже а потом на какой-то праздник я сшила себе из фиолетового сиреневого трикотажа юбку вечером а мне на следующий день нужно было вечером куда-то идти может на свидание не помню я в зале на стульчик на спинку повесила юбку закрыла все двери и ушла на работу вечером прихожу с дочерью заходим ну естественно везде какашки везде нассал уже здоровый был и смотрю прям в какашках моя юбка разорванная в клочья в какашках ой все это последняя капля была потом у брата был друг Василий Васька я ему позвонил брату позвонила так вот так забыла кличка была собаки я говорю так вот так порвал все каждый раз говорю что телефон кабель перекрыс там все я говорю все нахрен куда то надо ее вдевать он говорит вот Васька говорил что мечтал о такой собаке я позвонила к нему говорю Василий привет это Зинаш нужна собака он резничнался я говорю да он говорит нужна приезжай пожалуйста приехал мы там набрали ему чашки так знаете вот куртки бывают внутри вот такие уж как шерстяные как шерсть как шкура вот такой лежак я сшила ему но правда нет нет спал на нем приехал я ему все отдала и лежаки и чашки все приданые спасибо спасибо ой собаку отправила я не знаю наверное хотела уже пир на весь мир закатывать перемыла весь коридор с этими белизной с хлоркой постелила коврики а домой заходили он высокий же на лапы на задние лапы вообще по пояс доставал ноги длинные же лапы длинные у собаки соседка Катя заходит он ей сколько раз на нее прыгал и когтями колгутки рвал пришлось ей колгутки покупать она говорит не надо не надо ну неудобно же моя собака и дочь боялась его и вот на диван где подголовник вот спинка она там сидела всегда кушать я ее на руки поднимаю она прям на плечо залазила дочка маленькая была так моя внучка сейчас года 4 наверное и ой что то я ой что то я друзья что то я неправильно говорю а ну да в 84 году это у Миры Анатольевны видела резиночнауцера потом если дочери где то 3-4 года было это она в 89 году родилась в 90-е годы значит мы собаку держали и на кушать идти дочку поднимая на руки она прям на плечо залазит и отвозила в кухню покушает опять на руках потому что она боялась его он молодой же играть хочет прыгает она боится и вот собаку отдали ой она потом опять в зал заходим она залезает на диван и у Ромяша слазит она как же собаку звали забыла я говорю нет уже ее она слазила и все равно озиралась ходила хе-хе-хе потом за реклаз нет никаких собак дома а брат же в армии в Спаск Дальнем он был кинологом и с армии привез овчаренка орел назвали ой ну уши прям тачком немецкая овчарка и видимо когда бегал по сухой траве когда скошена трава и засохли и вот такая травинка была и он наткнулся маленьким и у него бельмо к глазу было а так выставочный такой экземпляр был а уже это забракованный считается на выставке нельзя было ездить вот ему мазь мазь век отодвигали и на нижний век мазь накладывали и к нему всегда как мазь накладывать и говорили орел он подбегает и вы знаете собака воу 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 плакал папа вначале ругался зачем нам собака во дворе так свои две собаки а потом когда начал плакать и папа к нему подходил орел ну не плачь это же не больно это же не укол тот плачет ау 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 подрос я не помню уже почему в общем брат говорит надо продать ее поехали в тостак в тостаке раньше но сейчас по моему тоже есть там птичий рынок аквариумные рыбки собак птицу продавали и вот один мужчина пришел русский купить я говорю куплю купил мы отдали брат отдал поводок сейчас отдал поводок друзья вот никогда не забуду он идет и он его тащит на поводке он останавливается оглядывается назад идет и плачет ау 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 брат плачет я плачу блин жалко жалко было так такая хорошая овчарка была даже не знаю почему мы продали у нас такая помесь дворняги с овчаркой была здоровая взрослая собака маленькая собачка была шарик звонок ну таких собак называют звоночек и брат всегда говорил вот по моему когда вот орла продали и брат плакал так не знаю мне кажется даже не помню почему папа наверное сказал что продали мы и брат плакал говорит вот женюсь а вырасту женюсь куплю себе дом десять собак буду держать папа говорит что хочешь то и делай хоть сто собак держи и вот когда уже квартиру получил две дочери были он взял из них шнауцера но дочек якобы аллергия пошла и вот мне вот этот досик два года назад купил купил с щенком маленький я у него штук пятьдесят банку с водой наполнила штук пятьдесят он с ладошку был штук пятьдесят блох вытащила с него со шкурки и потом где то через неделю по моему стал замечать он стоит у него задние лапки трясутся маленькие еще глаза слепой глаза голубые задние лапки трясутся потом стал замечать идет шаг сделает раз на попу падает шаг сделает раз на попу падает на лапки потом какой то день выхожу смотрю у него передние лапки стали трястись повезла к ветеринару ветеринар говорит ничего страшного он перерастет а потом давайте витамины витамины давали он вообще хуже стало ну не от витамина дальше хуже стало он как гусеница он вообще перестал ходить ну там у нас две ладошки в длину как гусеница ползал вот сейчас Валерий который будка стоит которую Арсентию приданное дали волонтеры кто не знает белая собака Арсентий Арс он с приюта взяла его и они то что я почему за то что я собаку взяла они мне новую будку подарили ну не мне это Арсентию они называли что его этим Мартином зовут я говорю нет он не Мартин Арс вот и эта будка стояла перед домом и досик маленький ползать не может я закинула в эту будку и Арсентий его воспитывал подойдет я думала укусит он его так в будку подойдет за пол передний лапки заползет и дальше не может и Арсентий его попой нос носом под попу и закидывал его авария что ли авария чпукнулись и Арсентий его носом под попу заталкивал в эту будку досик выползет пописать ползком выползает лежа писает лежа заползает это в июне было где-то в мае купил 8 марта родился досик и в июне по-моему числа 10 у нас айт был пасха на русском и брат говорит приезжал смотрит он вообще никакой я ему уколы делала поэтому боится уколов даже от клещей капаешь боится уколы делала массажировала ему прямо его маленькие худые окорочка ни в какую и брат говорит где-то наверное 10 или 11 или 12 июня вечером поговорили он говорит динаш ну что так мучить собаку давай завтра хозяевушку которую купили они не возьмут ее скажут больную привезли короче пока он маленький пока ничего не понимает я завтра приеду и в мешок закинем и надо утопить его чтобы он не мучился это он маленький сейчас мучится вырастет потому что как что за собака я всю ночь проплакала ну жалко же ночью выйду он выползает скулит уже глазки видят я ему опять укол сделаю антибиотики ляжки ножки помассажирую всю ночь проплакал и брат говорит все завтра приеду с утра но думаю во сколько он в 6 утра же не приедет думаю часом в 9 приедет утро в 6 часов вышло думаю возле Досика побуду выхожу а Досик на 4 лапах стоит друзья вы не знаете как я там его схватила обняла не в моих правилах целовать собаку я его в морду целовал и ставлю опять на землю и он за мной маленький как ковыляет я бегу он еще слабенький ножки ночью стоит и тут брат заходит дверь открывает приходит опа а чё это мы стоим чё ты мне вчера не сказал что надо как стоять я говорю вчера он ползал вот честно друзья и вашим и нашим богам и богам и Аллаху всем болелась вот как могла словами всю ночь утром встал у меня шары опухшие брат говорит а чё шары опухшие ревела что ли я говорю да ай ну это ж собака а потом говорит ух слава богу грех на душу не взял говорит тоже так радовался что досик выздоровел потом говорит как назовем я говорю ну собак нужно называть кличку давать чтобы коротко было вот Арсентия назвала Арс это я так когда уже с уважением отношусь я говорю Арсентии он и Арсентия откликает и на Арс откликается Арс я говорю какой то брат говорит давай Барс я говорю нет Марс я говорю нет и мама говорит может быть Дос чтоб другом был для моей дочери так и он остался Досиком а Дос мы Дос называли это внучка у меня Досик поэтому Досик сейчас ей на Дос откликается когда резко зовешь Дос он раз сразу и на Досик откликается вот ну сейчас ревнивых показывал же вам много раз что он ревнует Арсентия ко мне ой все друзья давайте сейчас уже светофор будет такой сложный перекресток как так я Продолжение следует...